Всем привет! Вы на канале Вышивка Плюс. И сегодня я вам хочу показать свои наборчики на пластиковой конве. Девчонки просят показывать свои запасы, но девочки, все запасы не могу показать. Я в трансляции об этом уже много говорила. Чтобы здесь видео не тратить ваше время на долгие рассказы, я сразу приступлю к показу наборов. Эти наборчики у меня лежат отдельно в коробке, поэтому мне их показать несложно. Но я надеюсь, что я все собрала, потому что некоторые в разных коробочках были, в разных пакетиках. В общем, собрала все в одну кучу и сейчас вам буду показывать. Практически все эти наборы куплены в магазине Мир Вышивки. Для тех, кто не делал еще заказ в этом магазине, у меня есть для вас промокод Инесса, по которому вы можете получить 10% скидку. Смотрите описание под видео, там есть вся информация. И ссылочка, переход в магазин тоже есть. Но первое, что хочу показать, это, конечно же, готовые работы. Если бы не было готовых работ, то и не было бы столько запасов. Я запасаюсь только, когда мне производитель нравится, тогда я начинаю хомячить. Если я производителя не пробовала, то у меня по одному-два набора лежат, и я не хомячу. Но вот что хочу сказать про эти наборчики. Очень нравятся дизайны. Вот смотрите, на таком маленьком размере, как проработана схема. И хочу заметить, что канва 14-го каунта. На 14-м каунте такой миниатюрный рисунок, ажурный, очень сложно сделать. В общем, дизайнеру в этом плане, как говорит молодежь, респект и уважуха. Но, в общем, дизайнер просто молодец. И вот такая у меня еще готовая работа. Как видите, вышивается по-разному. Одна и вторая сторона рисунок отличаются. Так же, как и на этом ЕЦЕ. Вот что мне особенно нравится в этих наборах. То, что не повторяется рисунок, потому что скучновато вышивать, когда две стороны вышиты одинаково. Многие девочки оформляют фетром, то есть делают две игрушки. Но мне нравится именно двухстороннее. Вот так, когда будет висеть, будет крутиться. И видно, что с двух сторон. Что я туда добавила? Я добавила туда синтепух. Это не синтепон, а синтепух. Хотя проложить синтепоном было бы ровнее. Например, первый круг вырезаете большой, второй вырезаете чуть поменьше, чтобы была выпуклая игрушка. Ну, а я под рукой был синтепух. Я просто набила. Я почему-то немножечко стягиваю. И на пластиковой конве у меня получается сторона выпуклая. Вот так чуть-чуть выпуклая. И чтобы она туда-сюда не играла, не выворачивалась. Но и все равно они как-то смотрятся плоско. Мне нравится, когда они такие немножечко пухлячки. И вот я добавила, прям буквально чуть-чуть добавила. И край, когда я зашивала край, там показано, что просто нужно шить через край. А я это делала обмёточным швом. Я думаю, все этот шов знают. Мы его учили в школе. Ну, не знаю, кто в школе на трудах плохо учился, может быть, не знает, как вручную можно сделать обмёточный шов. Тогда край получается более, вот смотрится ровнее, чем нежели мы просто вот так шьём через край. Вот. Ну, так что вот такие получились игрушки. Долго искала я вот этот шнур. Сначала купила тонкий шнур, потом увидела потолще. И вот этот потолще, шёлковый, вот такой мягкий, идеально подошёл. Хотя продавец мне сказала, этот шнур не подойдёт, он крошится. А что будет крошиться, да, если мы его зашиваем внутрь? Вот смотрите, когда я пришивала вот эту верёвочку, я её не просто вот здесь по краю зашила, то есть я её ещё и внутри пришила, где у нас стишки от крестиков есть, я туда пришила и потом ещё здесь несколько раз закрепила. Ну, понятно, да, будет висеть, если дети будут дёргать, ну, чтобы было максимально крепко. И крошиться здесь нечему. Но он такой мягкий и эластичный шнур, продаётся в швейном магазине, стоит копейки, по-моему, 12 или 15 рублей метр. Ну, из метра можно сделать вот сколько. Я не замерила, сколько здесь. Ну, 3-4 точно можно сделать игрушки из одного метра. Вот, так что вот этот идеально подошёл. Если ещё раз буду в том магазине, то куплю вот такого шнура метров 5, пусть лежит. Потому что игрушек у меня много, оформлять нужно будет много. Так, ну, в общем, это для тех, кто не видел, какие получаются игрушки. Ну, и сейчас я начну показывать свою коллекцию. Девчонки очень любят видео про коллекции, просят эти видео. И вот я буду вам показывать. Так, начнём по порядку. Вот как всё лежит по порядку, так я буду всё это доставать и показывать. Первый – это снеговичок. Вот такой снеговичок. Он не один, он в паре с бабушкой. Дедушка с бабушкой. Вот такие снеговички. Снеговичок – девочка, и снеговичок – мальчик. Но я бы сказала, что вот это снеговичок – мальчик, а это снеговичок – бабушка. Как-то они не совсем парочка. Как будто это внучек, а это бабушка. Там, по-моему, ещё есть другие снеговички, но я не стала всех набирать. Я выбрала, которые более-менее так мне понравились. Вот у этого снеговичка рот вроде нормально, а вот рот у бабушки мне не очень нравится. Какая-то зловещая улыбка. Я ещё не знаю, как её переделать. Может быть, просто бэкстичем. Я, наверное, не буду вышивать эти чёрные крестики, а сделаю бэкстич. Хотя я боюсь менять что-то у дизайнеров, чтобы не получилось ещё хуже. А то получится вообще смешной какая-нибудь, я не знаю. Боин-плен будет. Ну, страшненькая, честно скажу. Сама игрушка обалденная, а рот у бабушки страшненький. Ну вот, девочки, у меня максимально честный обзор. Что думаю, то и говорю. Далее, коняшка. Вот такая коняшка, единорог. Это новинка этого года. Как увидела, сразу захотела единорога. Алина у меня вяжет единорогов, а я буду вышивать единорога. Вот такая вот классная игрушечка. Дети очень любят единорогов. Думаю, внучке моей тоже понравится. Она, правда, ещё маленькая. Она пока ещё не ценитель моего творчества. Так, дальше. Беру сразу две. Это тоже новинки этого года. Поскольку был год свиньи, то вот такие две хрюшечки я купила. Вот знаете, что интересно? Я не увлекаюсь гороскопами, абсолютно. И, ну, мне всё равно. Год свиньи, год обезьянки, кого там ещё угодно, дракона. Ну, мне просто нравятся игрушки, я их вышиваю. Это никак не связано с гороскопами, с какими-то приметами. Оно вот просто нравится. Вот прикольные хрюшки, я их купила. И, кстати, вышивать я их буду не только в этом году. Я их не успею, все эти игрушки, вышить в этом году. Но даже любой другой год. Какая разница, да? Мы же вышиваем кошечек, собачек круглый год. Почему бы не вышивать хрюшечку в любой год? Хоть 19-й, хоть 20-й, хоть 22-й. То есть можно взять и вышивать вот такую хрюшечку. Единственный нюанс, который бы я хотела дополнить, вот чем бы я хотела дополнить эти наборы, это вот такой верёвочкой. Ну, стоит она копейки, но её нужно искать. Поэтому, если бы была в комплекте верёвочка, было бы идеально. И в этих комплектах нет иглы. Нет иглы, это тоже очень плохо. Девчонки многие берут в дорогу такие наборы. И вдруг в дороге обнаруживают, что иглы нет. Ну, представляете, да? Взять с собой набор и не взять иглу. Это страшный сон вышивальщицы. Когда сидишь возле набора, просто так просиживаешь время, а у тебя нет иглы. Вот смотрите, я приготовила вот так дорожный процесс. Вот видите, чтобы брать с собой на рыбалку. Вообще, вот эти вот сюжеты, они идеально подходят для рыбалки и дачи. Большие сюжеты, пяльца надо как-то организовывать, сложить. Кстати, вот эта коробка, она даже большая. Занимает всё намного меньше места. Вот так. Вот. Набор и коробочка. Всё. Можно вот так вот более такую маленькую найти коробочку или папочку для того, чтобы брать с собой. Это я вот, чтобы под рукой было, туда и сложила. У меня вот в этой коробочке ножнички, нити-вдеватели, иглы. Обязательно иглы. Также биндеры, чтобы на природе куда-то приколоть, чтобы схемы не улетели. И вот такую девочку я приготовила. Это серия. Их четыре матрёшки. Вот эту я уже приготовила для того, чтобы брать с собой. В прошлый раз набор Dimensions схватила на дачу. Эти длинные нитки, это длинная нарезка. Очень было неудобно. Ветер их трепал. Всё у меня улетало. А здесь пластиковая канва. Вам не нужны пяльца. Очень короткая нарезка ниток. Ну, в общем, для природы это вообще идеальный вариант. Для дорожного процесса, кто может вышивать в поезде или в машине, я не могу вышивать. Меня укачивает. И при этом ещё и вышивать я не могу. Хотя было бы вообще круто, если бы я могла вышивать в дороге. Сидишь, время не тратишь, да? А в это время вышиваешь. Ну, в общем, вот эти девочки. Покажу я вам эту серию. Она у меня здесь есть. Выбрала я вот эту. То есть, это будет мой следующий процесс. Вот на это лето у меня будет вот этот процесс. Дальше. Это тоже парочка. Это парочка Дед Мороз со Снегурочкой. Вот такой Дед Мороз и Снегурочка. Многие девчонки переделывают схему. То есть, вот этот пояс, кушак должен завязываться впереди, а не сзади. Я ничего менять не буду. Я не хочу, чтобы спина была лысая, то есть, просто красная. Здесь вот как-то запах, посох, а сзади будет скучно вышивать просто красную спину. Вот девчонки сами перерисовывают схему и переделывают этот кушак, чтобы он был завязан впереди. Я не буду заморачиваться. Я особой разницы не вижу. Кстати, если бы я не услышала об этом в видео девчонок на ютубе, я бы никогда не догадалась об этом. Ну вот. Ну вот такая еще Снегурочка с Белочкой. Вот классно проработано. На таком маленьком размере, размер готовой работы 13 на 8, столько деталей. И кокошник, какой у него красивый. И белочка в руках. Ну, просто замечательно. Снежинки. Очень люблю я наборы от Жар-птицы. Если вы обратили внимание, наборы сейчас идут в голубой упаковке, а раньше были в зеленой. Вот такой вот шарик. Очень люблю я шарики вот эти. У меня их несколько. Вот там из старой серии в зеленой упаковке тоже есть. А вот этот шарик, по-моему, самый дешевый. Вот так же, как и рябинки, которые я вам готовы показывала. Посмотрите, две стороны вышиваются абсолютно по-разному. Это две отдельные самостоятельные картины. Я хотела, кстати, на лето взять вот этот шарик вышивать на природу. Больше хотела его вышивать, чем девочку. Но потом думаю, ладно, напишут мне зрители, что у меня что-то то снеговички, то... Ну, а то новогодние шарики летом. Для меня разницы нет. Вот. Ну, ладно. Для разнообразия. До этого был шарик, потом пасхальный. Ну, теперь пусть будет девочка. Как-то надо менять. Что-то меня на Новом Годе заклинило, девчонки. Хочу вышивать новогодние. Что это такое? Не знаю. Прям хочется вышивать новогодние зимние сюжеты. В мае. Девчонки в Инстаграм уже смеялись, что я в мае оформила новогоднюю игрушку и пасхальный сюжет. Ну, по-доброму смеялись. Нет, не то, что троллили, а, ну, так, похихикали. Я говорю, ну, да, когда же еще этим заниматься? Когда время есть, тогда я занимаюсь. Так, вот они, девочки. Вот еще третья. Иди сюда, третья девочка. Это четыре времени года, четыре сезона. Вот зима, вот такая зимняя, с птичкой. Вот такая осенняя с тыковкой. Вообще обалденная. Это очень красивая. И вот эта с кошечкой. Первоначально мне понравились две. Вот та летняя, которую я приготовила как дорожный процесс, и вот эта с тыковой. Вообще, хотела купить две. Вообще, я не собиралась покупать четыре. Но поскольку у меня вышиты четыре матрешки от фирмы Алиса, думаю, ну что же, от Алисы у меня четыре матрешки, а от этой будут только две. Ну, ладно, пусть будет тоже четыре. В принципе, вот эта птичка тоже красивая, и та у девочки тоже классная белочка. Какая белочка? Белочка у Снегурочки была. У той девочки не белочка. У той девочки цветочек. Вот, Василечек. Очень красивый венок, да, у нее и Василек. Васильки вот в руках. Такой веночек. И вот, смотрите, еще цветочки волоса. И на кофточке даже цветочки. Обалденно. Люблю вышивать матрешек. Вот, кстати, я и Алиса как-то людей не особо люблю вышивать, а вот матрешечек, куколок люблю вышивать. Вот такие два наборчика, кстати. Это были, по-моему, одни из первых наборов, которые я приобрела. Покупала вот эти вот в Леонардо. Загорелось. Когда горит, я покупаю в Леонардо, хоть там и дороже. У нас в Оренбурге негде купить дешевле. Вот, в Леонардо. Ну, вы знаете, мой любимый магазин Мир Вышивки. Практически все мои наборы из магазина Мир Вышивки. Вот такие вот две птички. Снегири, синичка. О, практически стихами заговорила. Вот такие вот классненькие. Кстати, тоже зимние. Нет, не зимние. Рябина без снега. Вот, можно было бы вышивать птичку с собой взять. Ну, ладно, пусть будет девочка. Я, кстати, долго выбирала, какой набор с собой возить на природу. Шарик. Вот эти шарики, когда вышла эта серия, все, я просто голову потеряла. Просто потеряла голову. Девчонки, да, они такие обалденные. Уже есть они вышитые на ютюбе. А здесь, смотрите, бисеры, бусины добавлены. Они настолько красивые. А у меня четыре шарика. На самом деле, я не знаю, сколько их существует. Напишите, у кого есть вся серия, сколько существует шариков. Я вот видела только четыре. Вот, смотрите, вот эти бусины. Обалденные. И вот такой еще красный. А здесь бисер тоже есть. Бусин, по-моему, нету, но бисер есть. Вот эти, когда шарики, я увидела, все, я покой и сон потеряла. Я очень хотела эти шарики. И вот они есть в моей коллекции. Вот здесь, смотрите, какие большие бусины. Классные. Размер 9х9. Такие будут шарики замечательные. Что еще я хочу показать? Это набор от фирмы Панна. Вот такой у меня есть пряничный домик. Вот, видите, пряничный. Но еще есть обалденный домик со снеговичком. Я очень хочу такой домик со снеговичком, но я еще этот не вышла. Но я очень хочу в свою коллекцию еще пряничный домик со снеговичком. У них есть еще третий домик, тот мне не очень нравится. А вот где снеговичок, тот обалденный. У меня вот такой человечек. Видите, здесь шовчики. Вот. Я еще никогда не вышивала шовчиками. Кстати, на пластиковой конве я думаю, будет удобнее вышивать шовчиками, чем на... Ну, пробовать, да? Чтобы попробовать эту технику, я думаю, что пластиковый конвай идеально подойдет. Да, очень боюсь вышивать этот домик, чтобы не сбиться, а как его еще потом собирать. Но он очень красивый в готовом виде. Он просто обалденный. есть отшивы. Это старая разработка. Вот тоже очень горела. Купила в Леонардо. Следующий надо на мир вышивки заказать. У меня там хорошая скидка. Кстати, девочки, вы все можете получить 7% скидку за видео. Если вы снимете видео, выложите на YouTube на следующую покупку, просто в комментарии к заказу добавляете ссылку на видео и просите 7% скидку. Но никогда не отказывают, всегда предоставляют эту скидку. Вот такой есть еще набор от Жар-птицы. А я не знаю, почему в больших упаковках. Я не распечатывала, еще не смотрела, много ли там деталей, потому что другие-то в маленьких упаковках. Ну, в общем, девочки, купила всю серию. Вот, пожалуйста, лиса и вот волк. я, я, конечно, не знаю, что означают ловцы снов. Девчонки мне писали в трансляции, что это означает, но без всякого смысла. То есть, я не вкладываю туда какой-то смысл, а я просто хочу вышивать вот этот красивый набор, когда висят вот эти вот, они же двухсторонние, вот эти вот перышки, бусинки. Ой, девочки, это такая красота. А есть еще у волшебной страны ловцы снов. Я очень жалею, что я не заказала, но ничего, у меня еще все впереди, закажу. Марина показывала в Инстаграм, зрительница моя Марина показывала в Инстаграм отшив вот этого ловца снов от жар-птицы. И когда крутился он перед глазами, она держала его за веревочку, он крутился. Вот вы знаете, какой-то эффект был такой манящий. Вот прям манит, манит меня купить. Вот, я не могу удержаться. Вот они вот эти вот висюшки, вот эти с бусинками, ну реально, они так красиво смотрятся все. И мне вообще все равно, что означают эти ловцы снов, они просто красивые. Так, ну и что еще хочу я показать? Вот здесь у меня немножко наборчиков от фирмы Вдохновение. Это не совсем пластиковая канва, хотя она тоже пластиковая, только прозрачная. Я думаю, что это пластик. Я не читала описание, я еще не вскрывала набор. Вышивается бисером, ну вы все знаете эти знаменитые бабочки, есть они на мире вышивки, эти бабочки. Вот выбрала я, на мой взгляд, самые красивые, какие-то мне подарили, какие-то я сама покупала. Там очень огромная серия, девчонки, я не знаю, сколько их штук, 30 по-моему, точно, если не больше, ну планировали они выпустить 30, но у меня вот такая, я еще не пробовала ни одну вышивать, я не знаю, понравится ли мне сам процесс вышивки, поэтому много хомячить не хочу, но у меня вот такие бабочки, у них, у некоторых такие названия странные, боюсь ошибиться, это простое название, Анютины глазки, это Адмирал Красный, это бабочка Прецис Октавия, кстати, первая моя бабочка мне Катя подарила, и вот такая вот бабочка Павлиний глаз, так, получается, что у меня их 4, ну, конечно же, там вышли новинки, там такие бабочки, ну, ой, я не знаю, ну, конечно же, куплю, когда-нибудь куплю, я люблю покупать, так, ну, и последний наборчик, это вот такая игрушка, она не на пластиковой конве, изначально я думала, что на пластиковой, а оказалась она на обычной конве, вот, как видите, обычная конва, но тоже смотрится красиво, можно вышить и на пластике, отдельно пластиковая конва продается, если у вас есть вот такая схемка, то можно купить пластик, и тоже ее вышить на пластиковой конве, кстати, здесь, по-моему, веревочка плетенная, Нужно из ниточек ее плести. Вот такая у меня еще есть игрушечка. Кстати, вот у панны тоже есть большая серия вот с такими игрушками. Но они не на пластике. Они идут на обычной конве. Ну, все. Вот такая у меня скромная коллекция на пластиковой конве. В основном я на Аиде хомячу. Но вот на пластике тоже. Хотя не знаю, как скромная. Если так прикинуть, тут вышивать на ближайшие годы. Точно хватит. Но как-то я была не особо фанатка пластиковой конвы. Я не скажу, что мне очень-очень нравится вышивать на пластиковой конве. То есть я все равно больше удовольствия получаю от конвы Аиды или от Линды 27. А от пластика я такое удовольствие не получаю. Когда я держу, у меня очень устает рука. Ну, а дизайны, девочки, дизайны, ну, просто шикарные. Вот видите, да? Вот они крутятся, они так и манят. Так и манят. На это можно смотреть бесконечно. Как говорят, можно бесконечно смотреть, как горит костер и как жорче струится вода. Но вышивальщицы могут бесконечно смотреть, как крутятся вот эти игрушки. И как мы показываем процессы и свои хомячьи запасы. Ну, все, девочки, заканчиваю я свое видео. Надеюсь, вы получили от видео удовольствие. Поставьте лайк, если это было так. Большое спасибо за просмотр. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok